Блаженный Августин. Исповедь. Книга девятая, глава четвёртая. Когда возвал я к Тебе, услышал Ты меня, Боже, правды моей. В тревоге дал Ты мне покой. Помилуй меня, Господи, и услыши молитву мою. Пусть бы послушали, а я бы и не подозревал, что они слушают. Пусть не думают, что я говорю ради них то, что говорил я между этими словами. И на самом деле я не сказал бы этого, и не так бы это сказал, зная я, что они видят и слышат меня. Да если бы я сказал, то они ведь не восприняли бы, как сама с собой, для себя самой, перед лицом Твоим, сыновней, любви, изливается душа моя. Я трепетал от страха и в то же время согревался надеждой на Твое милосердие, Отец, и радостью о Нём. И всё это выражалось в моих глазах и голосе, когда благой Дух Твой, обратившись к нам, говорит, «Сыны человеческие, доколе отягощаете сердце Своё? Зачем любите суету и ищите ложь? А я любил суету и искал ложь. А Ты, Господи, уже прославил святого Твоего, восставив его из мертвых и поместив одесную себя, чтобы исполнил Он обещание Своё, послав с небес утешителя Духа истины. Он послал его, но я не знал об этом. Он послал его, ибо был прославлен, воскрес из мертвых и взошёл на небеса. Раньше не было дано Духа Святого, потому что Иисус ещё не был прославлен. И восклицает пророк, «Доколе отягощаете сердце? Зачем любите суету и ищите ложь? Знаете, что Господь прославил святого Своего?» Он восклицает, «Доколе?» Он восклицает, «Знайте!» А я так долго не знал, любил суету и искал ложь. И потому я слушал и содрогался. Слова эти сказаны таким людям, каким помню, был я сам. В призраках, которые я считал действительностью, была суета и ложь. И в боль у воспоминаний своих жаловался я громко и тяжко. «Ой, если бы услышали меня те, кто и доселе любит суету и ищет ложь! Может быть, они бы пришли в смятение, очистились бы! И ты бы услышал их, когда они возопили бы к тебе, Ибо настоящей телесной смерти умер он за нас и за нас ходатайствует!» Я читал, «Вознегодуйте и перестаньте грешить!» Как волновали меня эти слова! «Боже мой!» Я уже научился негодовать на себя за прошлое, чтобы впредь не грешить. И негодовал заслуженно. «Ибо грешила во мне не природа чуждая, свойственная по рождению мрака, Как говорят те, кто не гневается на себя и собирает гнев на себя В день гнева и откровения праведного суда твоего. Уже благо мои были не вне меня, И не телесными очами, не в лучах этого солнца искал я их. Те, кто ищет радоваться внешнему, быстро увядают, Растрачивают себя на зримое и приходящее. И в своем изголодавшемся воображении пытаются отведать несуществующей пищи. «О, если бы истомились они голодом и сказали, Кто покажет нам доброе?» Скажем, пусть услышат. «Запечатлен в нас свет лица Твоего, Господи!» Мы сами не свет, который просвещает всякого человека, Но мы просвещены Тобою, мы были некогда тьма, А теперь свет в Тебе. «О, если бы видели они это внутреннее и вечное!» Вкусив от него, я скрежетал зубами, потому что не мог им это показать. «Пусть бы принесли они мне сердце, отвращающееся от Тебя, ко внешнему, И сказали, кто покажет нам доброе. Оно там, где я гневался на себя, в тайниках сердца моего, Где я был уязвлен, где я убил и принес жертву ветхого человека, И начал размышлять, надеясь на Тебя, о своем обновлении. Там начал Ты становиться мне сладостен и дал радость в сердце моем. Так громко восклицал я, узнавая прочитанное в сердце. Я не хотел, убивая время и убиваемый временем, рассеиваться Многообразием земных благ. В Твоей вечной простоте была для меня другая пшеница, вино и илей. А на следующем стихе громко выскрикивал я криком из глубины сердца моего. О, в мире, о, в нем самом! Что значат его слова? Усну и вкушу покой. Кто воспротивится нам, когда исполнится написанное? Поглощена смерть победой. И ты есть сущий и не меняешься. В тебе покой, забывающий о всех трудах. И нет с тобой никого, кроме тебя. И ни для погони за многим, ни тем, что не ты утвердил. Утвердил ты меня простого, Господи, в надежде. Я читал и горел, и не находил. Что бы сделать для глухих мертвецов, которым принадлежал раньше и сам я, Чума, горький слепец, пёс лающий на слова, Медовая от небесного мёда, светлые от света твоего. И я изводился, думая о врагах этого писания, Когда переберу я в памяти всё бывшее в эти праздничные дни. Но я не забыл и не умолчу ни о жестокости бича твоего, Ни о дивной скорости милосердия твоего. Ты мучил меня тогда зубной болью, И когда она усилилась до того, что я не мог говорить, Пало мне на сердце попросить всех моих, кто тут был, Помолиться за меня, Богу всяческого спасения. Я написал это на дощечке и дал им прочесть. И только преклонили мы молитве на колени, Как боль исчезла. Но какая боль? И каким образом она исчезла? Признаюсь, я устрашился, Господь мой, Бог мой. Ничего подобного не испытывал я с начала жизни моей. И проникла вглубь сердца моего признание власти Твоей, И радостно с верой восхвалил я имя Твое. А вера эта не позволяла мне успокоиться о прежних грехах моих, Еще не прощенных через крещение Твое. 5. По прошествии каникул я отказался от своего места. Пусть медиаланцы поищут для своих школьников другого продавца слов. Я определил себя на службу тебе, и не годен быть для учительства по причине затрудненного дыхания и боли в груди. 6. Я изложил в письмах Твоему предстоятелю Амбросию, мужу святому, прежние заблуждения мои и теперешние желания мои, И попросил указать, какие из книг Твоих предпочтительнее всего мне читать, Что приготовить себя к принятию такой великой благодати. 7. Он велел читать пророка Исаию, думаю, потому что яснее других говорит он о Евангелии и призвании язычников. 8. Не поняв и первой главы его, и решив, что и вся книга темна, Я отложил вторичное ее чтение до тех пор, пока не освоюсь языком писания. 9. И вот пришло время записаться на крещение, оставив деревни, вернулись мы в медиалан. 10. Алипию хотелось возродиться в тебе вместе со мною, он уже облегся в смирение, подобающее твоим таинствам. 11. Мужественный укротитель тела, он отважился на поступок необычный. 11. Прошел босиком по ледяной земле Италии. 12. Мы взяли с собой и Адиодата, сына от плоти моей и от греха моего. 13. Он был прекрасным сознанием твоим, было ему лет пятнадцать. 14. А он превосходил умом многих важных и ученых мужей. 15. Исповедуя тебе дары твои, Господи Божий мой, Создатель всего, властный преобразить безобразие наше. 15. От меня этот мальчик ничего не получил, я только запятнал его своим проступком. 16. А что он воспитан был в учении твоем, это внушил нам ты и никто другой. 16. Исповедуя тебе дары твои. 17. Есть у меня книга, заглавленная «Учитель». 18. Это он там разговаривает со мной. 18. Ты знаешь, что все мысли, вложенные там в уста моего собеседника, принадлежат ему, шестнадцатилетнему. 19. Много еще более удивительного обнаруживал я в нем. 19. Меня пугала такая даровитость. 20. Какой мастер, кроме тебя, мог бы сделать такое чудо? 21. Ты рано прервал его земную жизнь, и мне спокойнее за него. 21. Я не боюсь ни за его отрочество, ни за его юность, вообще не боюсь за него. 22. Мы взяли его в товарища, сверстника нашего по благодати твоей, чтобы наставить в учении твоем. 22. Мы крестились, и бежала от нас тревога за свою прежнюю жизнь. 23. Я не мог в те дни насытиться дивной сладости, созертая глубину твоего намерения спасти род человеческий. 23. Сколько плакал я над твоими гимнами и песнопениями, горячо взволнованными голосами, сладостно звучавшими в твоей церкви. 24. Звуки эти вливались в уши мои, истина отсаживалась в сердце мое. 25. Я был охвачен благоговением, слезы бежали, и хорошо мне было с ними. 26. Незадолго до этого медиаланская церковь вошла в обычае утешать и наставлять с помощью пения. 27. Братья пели ревностно и согласно, устами и сердцем. 28. Уже год или немного больше Юстина, мать малолетнего императора Валентиниана, преследовала твоего амросия по причине ереси, которой соблазнили ее ариане. 29. Благочестивая толпа бодрствовала в церкви, готовая умереть вместе со своим епископом, рабом твоим. 30. И там же мать моя, слуга твоя, первая в тревоге и бдении жила молитвой. 31. Мы тогда еще не согретые жаром твоего духа, все еще волновались, все же. 31. Город был в смятении и беспокойстве. 32. Тогда и постановлено было петь гимны и псалмы по обычаю восточной церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали. 33. С тех пор и поныне обычай этот соблюдается, и его усвоили многие, да почти все стадо твои в остальном мире. 34. Тогда упомянутому предстоятелю твоему открыто было в видении место, где сокрыты тела мучеников Протасии и Гервасии, которые столько лет хранил ты нетленными в тайной сокровищнице твоей, чтобы своевременно взять их оттуда, в обуздание женщины лютой, но царственной. 35. Обнаружив их и откопав, перенесли их подобающими почестями в Амбросиеву базилику. 36. Исцелялись не только мучимые нечистыми духами, сами демоны сознавались в своем поражении. 37. Один медиаланец, слепой в течение многих лет и хорошо известный всему городу, стал расспрашивать, почему так буйно ликует народ, и, узнав, в чем дело, вскочил и попросил своего поводыря отвезти его туда. 38. Приведенный на место, он добился разрешения подойти и прикоснулся платком к носилкам, где покоились те, о ком сказано «Дорога в очах Господних смерть святых его». 39. Затем он поднес платок глазам своим, и они сразу открылись. 40. Об этом разнеслась молва. Тебе возносили хвалы, горячие, сиявшие радостью. 41. Поэтому противница твоя, хотя и не приникла к здравой вере, но подавила в душе своей неистовость в преследованиях. 41. Благодарю тебя, Боже мой! Откуда и куда повел ты воспоминания мои? 42. Чтобы я исповедал тебе, о каких великих событиях я забыл. 43. Даже тогда, когда так благоухал аромат благовоний твоих, мы не кинулись к тебе. 44. Потому я так и плакал за пением твоих гимнов. 45. Давно вздыхал я о тебе, и, наконец, вздохнул вернее ветра, насколько проникал он в дом из травы. 45. Ты, кто позволяешь жить вместе людям единодушным, ввел в наше общество Еводия, молодого человека из нашего муниципия. 46. Он служил в тайной полиции, раньше нас обратился к тебе, крестился и, оставив мирскую службу, вооружился для твоей. 47. Мы были вместе и вместе собирались пребывать в нашем святом решении. 48. Мы обдумывали, в каком месте лучше нам служить тебе, и решили все разом вернуться в Африку. 49. Когда мы были в Аустии, на Тибре, мать скончалась. 49. Я многое пропускаю, потому что очень тороплюсь. 50. Прими, Господи, исповедь мою и благодарность, пусть и безмолвую за бесчисленные дела твои. 50. Но я не пойду мимо того, не пройду, что родилось в душе моей к этой слуге твоей, которая родила меня телом для этого приходящего света и сердцем для вечного. 51. Я буду говорить о твоих дарах ей, не о ее собственных качествах. 52. Она не сама себя создала и не сама себя воспитала. 53. Ты сотворил ее, и ни отец снимать не знали, какой она будет. 53. Ее наставило в страхе твоем розга Христа твоего, руководство единого твоего в семье верной, члены которой были добрыми членами церкви твоей. 54. За старательное воспитание свое она не столь хвалила мать свою, сколь некую престарелую служанку, которая носила еще отца ее на спине, как обычно носят малыши и девочки постарше. 55. За это, за ее старость и чистые нравы, пользовалась она в христианском доме почетом от хозяев. 56. Потому и поручена ей была забота о хозяйских дочерях, и она старательно несла ее. 57. Полная святой строгости и неумолимая в наказаниях, когда они требовались, была она в наставлениях разумна и рассудительна. 57. Она, например, разрешала девочкам, невзирая на жгучую жажду, пить даже воду только во время очень умеренного обеда за родительским столом. 58. Она остерегала их от худой привычки разумным словом. 59. Сейчас вы пьете воду, потому что не распоряжаетесь вином, а когда в мужнем доме станете хозяйками погребов и кладовок, вода вам может опротивить, и привычка к питью останется в силе. 60. Таким образом, разумно поучая и властно приказывая, обуздывала она жадность нежного возраста, и даже жажду у девочек удерживала в границах умеренности. 61. Пусть не прельщает их то, что непристойно. 62. И однако незаметно подползла к матери моей, как рассказывала мне сыну, слуга твоя, подползла страсть к вину. 62. Родители обычно приказывали ей, как девушке воздержанной, доставать вино из бочки. 63. Опустив туда через верхнее отверстие сосуд, она, прежде чем перелить его чистое вино в бутылку, краем губ чуть-чуть отхлебывала его. 64. Больше она не могла, так как вино ей не нравилось. 64. И делала она это вовсе не по склонности к пьянству, а от избытка кипящих сил, ищущих выхода в мимолетных проказах. 64. Их обычно подавляет в отроческих душах глубокое уважение к старшим. 65. И вот прибавляя к этой ежедневной капле, ежедневно по капле, а тот, кто пренебрегает малым, постепенно падает, она докатилась до того, что с жадностью почти полными кубками стала поглощать неразбавленное вино. 65. Где была тогда проницательная старушка и ее неумолимые запреты? 66. Разве что-нибудь может одолеть тайную болезнь нашу, если ты, Господи, не бодрствуешь над нами со своим врачеванием? 67. Нет отца, матери, воспитателей, но присутствуешь ты, который нас создал, который зовешь нас, который даже через людей делаешь доброе, чтобы спасти душу. 68. Что же сделал ты тогда, Боже мой? Чем стал лечить? Чем исцелил? 69. Не извлек ли ты грубое и острое бранное слово из чужих уст, как врачебный нож, вынутый из неведомых запасов твоих, и не отрезал ли одним ударом все гнилое? 69. Служанка, ходившая обычно вместе с ней за вином, споря, как это бывает с младшей хозяйкой с глазу на глаз, упрекнула ее в этом проступке и с едкой издевкой назвала горькой пьяницей. 70. Уязвленная этим уколом, она оглянулась на свою скверну, тотчас же осудила ее и от нее избавилась. 70. Так друзья льстя развращают, а враги броня обычно исправляются. 71. Ты, однако, воздаешь им не за то, что делаешь через ниш, а за их намерения. 71. Она, рассердившись, хотела не излечить младшую хозяйку, а вывезти ее из себя тайком, потому ли, что так уже подошло и с местом, и со временем ссорой, или потому, что сама она боялась попасть в беду за поздний донос. 72. Ты же, Господи, правящий всем, что есть на небесах и на земле, обращающийся спять для целей своих водной пучины и подчиняющий себе буйный поток времени. 73. Ты безумием одной души исцелил другую. Если кто словом своим исправил того, кого он хотел исправить, пусть он после моего рассказа не приписывает этого исправления своим силам. 74. Воспитанная в целомудрии и воздержании, подчиняясь родителям, скорее из послушания тебе, чем тебе из послушания родителям. 75. Она, а я в брачный возраст, вручена была мужу, служила ему как господину и старалась приобрести его для тебя. 76. О тебе говорила ему вся стать ее, делавшая ее прекрасной для мужа. Он ее уважал, любил и удивлялся ей. 77. Она спокойно переносила его измены. Никогда по этому поводу не было у ней с мужем ссор. Она ожидала, что ты умилосердишься над ним, и, поверив в тебя, он станет целомудрен. 78. А кроме того, был он человеком чрезвычайной доброты и неистовой гневливости. И она знала, что не надо противоречить разгневанному мужу не только делом, но даже словом. 79. Когда же она видела, что он отбушевал и успокоился, она объясняла ему свой поступок. Бывало ведь, что он кипятился бестолку. 79. У многих женщин-мужья, которых были гораздо обходительнее, лица бывали обезображены синяками от пощечин. 79. В дружеской беседе обвиняли они своих мужей, а она их язык. 80. Будто в шутку давала она им серьезный совет, в той минуты, как они услышали чтение брачного контракта, должны они считать его документом, превратившим их в служанок. 80. Памятая о своем положении, не должны они заноситься перед своими господами. 81. Зная, с каким лютым мужем приходится ей жить, они удивлялись. 81. Неслыханно и невиданно было, чтобы Патриций побил жену или чтобы они повздорили и хоть на один день расссорились. 81. Они дружески расспрашивали ее, в чем причина. 81. Она учила их своему обычаю, о котором я упомянул выше. 81. Усвоившие его благодарили, не усвоившего терпели поношение. 81. Нашептывание дурных служанок сначала восстановили против нее свекровь, но мать моя услужливости неизменным терпением и кротостью одержала над ней такую победу, что та сама пожаловалась сыну на сплетни служанок, нарушавших в доме мир между ней и невесткой. 81. И потребовала для них наказания. 81. После того, как он, слушаясь матери, заботясь о порядке среди рабов и о согласии в семье высек, выданных по усмотрению выдавшей, она пригрозила, что на такую же награду от нее должна рассчитывать каждая, если, думая угодить, станет ей наговаривать на невестку. 81. Никто уже не осмеливался. 81. И они зажили в достопамятном сладостном дружелюбии. 82. Господи, милующий меня, ты послал этой доброй служанке твоей в чреве, которой создал меня еще один великий дар. 83. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла умиротворительницей. 84. Она выслушивала от обеих сторон взаимные многочисленные горькие попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и избаламученная ссорой. 84. И когда присутствующей приятельницей изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала, как же только то, что содействовало примирению обеих. 85. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза, не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. 86. А ведь следовало бы человеку, человечному, не то что возбуждать, но и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот стремиться угасить ее словами добрыми. 87. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе и ее сердце. 87. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа напоследок дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него не христианина. 88. Была она слугой служителей твоих. Кто из них знал ее, те восхвалили, восхваляли, честили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. 89. О нем свидетельствовала и ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. 90. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при родах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. 91. И напоследок ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими. 91. О всех нас, живущих до успения ее в дружеском союзе и получившем благодать твоего крещения. 91. Она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями. 92. Уже на весь день исхода ей из этой жизни. 93. Этот день знал ты, мы о нем не ведали. 94. Случилось, думаю, тайной твоей заботой, что мы с ней остались вдвоем. 95. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили в Ости. 96. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мы сил для плавания. 97. Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. 97. Спрашивали друг друга перед лицом истины. 97. А это ты, какова будущее вечной жизни святых? 98. Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку. 99. Но устами сердца жаждали мы приникнуть к струям твоего небесного источника, источника жизни, который у тебя, 99. Чтобы, обрызганное его водой в меру нашего постижения, мы могли бы как-нибудь обнять мыслью ее величия. 99. Когда в беседе нашей пришли мы к тому, что любое удовольствие, доставляемое телесными чувствами, 99. А сиянное любым земным светом, не достойно не только сравнения с радостями той жизни, 99. Но даже упоминания рядом с ними, то, возначаясь к нему самому сердцем, все более разгоравшимся, 99. Мы перебрали одно за другим все создания его и дошли до самого неба, откуда светят на землю солнце, луна и звезды. 99. И, войдя в себя, думая и говоря о творениях твоих и удивляясь им, пришли мы в душе нашей к душе и вышли из нее, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты, 99. Где ты вечно питаешь Израиля пищей истины, где жизнь есть та мудрость, через которую возникло все, что есть, что было и что будет. 99. Сама она не возникает, а остается такой, какова есть, какой была и какой всегда будет. 99. Вернее, для нее была и будет, а только одна есть, ибо она вечно. Вечность же не знает было и будет. 99. И пока мы говорили о ней и жаждали ее, мы чуть прикоснулись к ней всем трепетом нашего сердца, и вздохнули, и оставили там начатки духа, и вернулись к скрипу нашего языка, к словам возникающим и исчезающим. 99. Что подобно слову Твоему, Господу нашему, пребывающему в себе, нестареющему и всеобновляющему? 99. Мы говорили, если в ком умолкнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, водах и воздухе, умолкнет и небо, умолкнет и сама душа и выйдет из себя, о себе не думая. 99. Умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и все, что проходит и возникает, если наступит полное молчание, если слушать, то они все говорят, не сами мы себя создали, нас создал Тот, Кто пребывает вечно. 99. Если они сказали это, замолкнут, обратив слух к тому, Кто их создал, и заговорит Он Сам, Один, не через них, а прямо от Себя. 99. Да услышим Слово Его ни из плотских уст, ни в голосе ангельском, ни в грохоте бури, ни в загадках и подобиях, но Его Самого, Которого любим в созданиях Его. 99. Да услышим Его Самого без них, как сейчас, когда мы вышли из Себя и быстрой мыслью прикоснулись к вечной мудрости над всем пребывающей. 99. Если такое состояние могло бы продолжить, а все низшие образы исчезнуть, и она одна восхитила бы, поглотила и погрузила в глубокую радость своего Созерцателя. 99. Если вечная жизнь такова, какой была эта минута постижения, о которой мы вздыхали, то разве это не то, о чем сказано «Войди в радость Господина Твоего»? 99. Когда это будет? Не тогда ли, когда все воскреснем, но не все изменимся? 99. Я говорил это, если и не так, и не этими словами, то Ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями. 99. И мать сказала мне «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже все не сладость. Я не знаю, что мне здесь еще делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. 99. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни. Раньше, чем умереть, увидеть Тебя православным христианином. 99. Господь одарил меня полнее, дал увидеть Тебя Его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать? 99. Не помню, что я ей ответил, но не прошло и пяти дней или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. 99. Мы прибежали, но она скоро пришла в себя, увидела меня и брата, стоявших тут же, и сказала, словно ища что-то. Где я была? 99. Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала «Здесь похороните вы, мать вашу». Я молчал, сдерживая слезы. 99. Брат мой что-то сказал, желая ей не такого горького конца. Лучше бы не умереть не в чужой земле, а на родине. 99. Услышав это, она встревожилась от таких мыслей его, устремила на него недовольный взгляд и, переводя глаза на меня, сказала «Посмотри, что он говорит». 99. А затем обратилась к обоим. «Положите это тело, где придется, не беспокойтесь о нем. Прошу об одном, поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». 99. Выразив эту мысль, какими она смогла словами, она умолкла, страдая от усиливающейся боли, болезни. 99. Я же, думая о дарах твоих, Божий невидимый, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих, они дают дивную жатву, радовался и благодарил тебя. 99. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. 99. Так как они жили очень согласно, то она хотела. 99. Человеческой душе трудно отрешиться от земного. 99. Еще о добавке к такому счастью, пусть бы люди вспоминали. 99. Вот как ей довелось. 99. Вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. 99. Вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом.